Зачетное соревнование Все участники получили зачет в виде дипломов и подарков Ежегодная премия УЧУ уже четвертый раз собирает на творческой площадке в ТРЦ «Арбуз» всех желающих учителей и учеников школ нашего города и близлежащих районов Премия УЧУ, которая расшифровывается как учебный час учителя, проходит в ТРЦ «Арбуз» уже четвертый год подряд Это увлекательное мероприятие, где ребята в команде с любимым учителем проходят этапы викторины с вопросами и соревнуются на игровых аттракционах Голден Парка Это мероприятие для учителей, для детей, которые собираются под одной крышей в такой дружественной, веселой обстановке У нас две номинации, первая номинация – это веселый учитель и вторая номинация – это творческий учитель В этом году в мероприятии приняли участие 11 команд школьников и это не только учащиеся таганрогских школ Продемонстрировать свои знания и таланты в «Арбуз» приезжают и команды из учебных заведений близлежащих сельских районов, причем приезжают уже не в первый раз Конечно, все участники приезжают на соревнования за победой, но не каждому она, победа, дается в руки В этом году информационным партнером мероприятия выступил наш телеканал «Домашний» На открытии «Учу» для всех гостей праздника прошла презентация нового сериала «Мама», который стартовал на телеканале «Домашний» 19 ноября Это масштабная история о нескольких поколениях, о взаимоотношениях между ними, о школе и школьниках, о любви и предательстве Всем участникам мероприятия телеканал «Домашний» подготовил небольшие подарки и на этой позитивной ноте школьники приступили к состязаниям Пока первая группа команд отвечала на интеллектуальные вопросы, вторая сражалась на игровых аттракционах Участников подбадривали группы поддержки, которые подготовили плакаты и кричалки Первый этап они отвечают на вопросы викторины, потом идут сражаться на игровые аттракционы Они играют в аэрохотикхеев, баскетбол, рыбалят, между прочим, баскетбол Лучшие, естественно, получают больше баллов и в финале по итогам два победителя, два учителя получают прекраснейшую эксклюзивную статуэтку Которую сделали мы специально для этого праздника и, конечно же, денежный приз По сумме полученных баллов были определены победители в двух номинациях Творческий подход в образовании и знания с юмором Ими стали команда Николаевской школы во главе замечательной учительницы Ковалевой Светланой Викторовной И команда 34-й школы под руководством активной и позитивной учительницы Филимоновой Натальи Сергеевны Команды получили красивые, эксклюзивные статуэтки и денежные премии Самая яркая команда болельщиков получила приглашение посетить новогодний квест-корпоратив для школьников ТРЦ РБУ с всем классом Это команда Никлиновской школы Вот так завершилось еще одно великолепное мероприятие, которое провел ТРЦ РБУ с Фантазии организаторов праздников этого торгового центра безграничны Каждую неделю, каждый месяц они придумывают что-то новое, чтобы и детям, и взрослым было уютно, тепло, комфортно и весело в этом торгово-развлекательном центре Открытый городской конкурс вокального искусства под названием «Новые голоса» прошел в нашем городе В Таганроге он проходит в седьмой раз Для участия в нем приглашаются любители вокального искусства в возрасте от 15 до 40 лет В зрительном зале городского дома культуры состоялся седьмой открытый конкурс вокального искусства под названием «Новые голоса» В очередной раз талантливая молодежь Таганрога порадовала своими выступлениями и жюри, и зрителей Сегодня у нас проходит седьмой по счету традиционный конкурс «Вокалистов. Новые голоса» Это конкурс, на который мы приглашаем совсем юных, которые начинают свой творческий путь И, как говорится, прокладываем им дорогу на большую сцену Победителя конкурсов в будущем ждут приглашения для участия в городских праздничных мероприятиях Мероприятие – это конкурс наш традиционный, проходит ежегодно И сегодня он расширил немножко свои рамки, потому что в конкурсе принимают участие представители Луганской народной республики Украины, близлежащих сел, ну и, естественно, Таганрог То есть, это не только жители Таганрога У нас сегодня чуть более 20 участников Обязательно будут лауреаты, победители Ну и, по мнению жюри, если будет достойный, то это будет победитель и обладатель гран-при Конкурс проходил по номинациям Академический вокал, народный вокал, эстрадный вокал, джазовый вокал На сцене звучали музыкальные композиции и песни из кинофильмов Впрочем, были среди конкурсных выступлений и авторские произведения Уровень исполнительского мастерства был достаточно высок Жюри, в котором были известные вокалисты и музыканты города, судило претендентов строго и беспристрастно Оно отмечало умение держаться на сцене, непринужденность, костюмы и, конечно, вокальное мастерство участников Оно отмечало умение держаться на сцене, непринужденность, костюмы и, конечно, вокальное мастерство Яркий песенный марафон завершился в один день И после небольшого перерыва были подведены итоги конкурса и награждены его победители С немецким ты можешь больше По таким лозунгам в нашем городе проходили дни Германии в Таганроге С 12 по 16 ноября в рамках проекта состоялись мероприятия, направленные на популяризацию немецкого языка и культуры Среди школьников и учащейся молодежи Быстро пролетело время и вот на закрытии декады уже честовали всех, кто сделал эти дни насыщенными интересными встречами и памятными событиями Тесное сотрудничество нашего города с немецкими городами существует с начала 90-х годов Оно проявляется в обмене учащимися и студентами, сотрудничестве в различных областях в сфере искусства На торжественной встрече присутствовали гости из Германии, представители администрации Таганрога, руководители вузов нашего города и Ростова-на-Дону Преподаватели, учителя немецкого языка, студенты, школьники, которые изучают немецкий язык Дни Германии проходят в Таганроге не первый раз И мы с большой радостью отмечаем, что после проведения цикла мероприятий мы видим значительно усиливающийся интерес к Германии, к ее культуре и к ее иску Наверное, не зря организаторы этой акции в этом году в Германии провели под девизом «С немецким языком ты можешь больше» Проведенные в рамках акции встречи, лекции, семинары, мастер-классы, региональные олимпиады по немецкому языку среди школьников Обсуждение фильма и многие-многие другие мероприятия, а также просто наше живое общение Укрепляет культурные связи между нашими странами на муниципальном уровне Вечера классической немецкой музыки, демонстрации фильмов, интерактивные фотовыставки Это лишь часть интересных событий, которые состоялись в рамках декады За значительный вклад в развитие и укрепление связей между Германией и Россией группа наших земляков была удостоена благодарственных писем Нужно сказать, что мероприятия декады проходили на разных площадках В Литературном музее Таганрога прошел незабываемый вечер немецкой музыки На факультете иностранных языков Таганрогского пединститута состоялся конкурс под названием «Знаешь ли ты Германию» Встреча с немецкой писательницей Инесс Бурхард собрала молодежь нашего города Чеховская библиотека давно стала местом встречи наших гостей с жителями города Здесь открылась выставка о немецких городах-партнерах Доклады о Чехове и его пребывании на земле Германии были интересны и позволили нашим студентам глубже погрузиться в немецкую речь Словом, Дни Германии в Таганроге продемонстрировали большой интерес к немецкой культуре и способствовали дальнейшим связям между Таганрогом и городами-партнерами В Таганрогском отделении художников России открылась новая выставка Она интересна тем, что на ней свое творчество представили женщины-художницы Каждый, кто пришел на вернисаж, мог ответить на вопрос, существует ли женская живопись и в чем ее особенности Подробности у Елены Титовой Людмила Казарян, Ольга Кириленко, София Гетман, Леана Давтян и Виктор Хлопецкий Представили свои полотна на выставке, которая называется «Этюды» Эти художники, они, каждый имеет свой почерк, свою манеру письма Они как бы очень разные, но вот эта выставка объединила их работы, получилась очень цельной Ну и я думаю, что на основе этих этюдов или пользуясь ими, художники будут создавать уже произведения искусства замечательные Мир глазами женщин художниц полон очарования тепла Женское царство удачно разбавил известный Таганрогский пейзажист Виктор Хлопецкий Именно он вдохновит их на совместные пленеры Они любят природу и окрестность, это окрестности нашего города Вы посмотрите, тут есть и Меус есть, и там Надаревку, и пруд есть там И на электричке ездим, Мержаново, и все последующие остановки И еще ездим мы в сторону Донецка, где Красный Бумажник, да, называется там, Меусская Это все наши родные места И если вы знаете, что Меус течет как бы по долине По долине, это и есть долина Меуса, я его так и называю Это чудо, это тоже, это мгновенное мимолетное состояние природы Жилопис Таганроженок привлекает зрителей своей эмоциональностью Их произведения созданы в различных техниках и жанрах Перед зрителями предстают изображения красочных пейзажей, на которых оживают яркие образы придонья Меус, это же действительно есть что пописать Впечатление красок, цвета, света Ну, стараемся передать свои первые эмоции сразу же на холст Или же на картон, как придется Последний раз мы ездили в Мержаново, была очень хмурая погода Но это не отразилось на нашем творчестве Все равно нашли яркие краски Осень всегда прекрасна у нас Наши художницы работают много и плодотворно на пленере Софья Гетман поражает трудолюбием Она представила очаровательные донские пейзажи Время года осень Ну, пранняя осень, еще тепло пока А денек такой был довольно пасмурный, красивый, жемчужный Ну и камни, конечно, люблю камни Ну, стараюсь не рисовать по фотографиям Рисую по этюдам больше Они живые, по памяти Иногда хочется делать картину большую, не знаю, по настроению А иногда этюд живет своей жизнью и не требует У каждого мастера есть свой, присущий только ему стиль в живописи Хотя все художницы работают в реалистической манере Вот такое женское лицо, разбавленное пейзажами Виктора Хлопецкого Было представлено в выставочном зале Союза художников Таганрога Остается добавить, что выставка ждет посетителей до середины декабря В Центральной городской библиотеке имени Чехова Открылась персональная выставка художника Виктора Солового Он выпускник художественно-графического факультета Хабаровского государственного педагогического института В Таганроге живет недавно А потому всем, кто любит живопись, было интересно познакомиться с творчеством этого художника Год назад Виктор Владимирович Соловов переехал в Таганрог И в нашем городе это первая персональная выставка Перероду, людей, окружающий мир он видит в философском ракурсе Стиль не могу охарактеризовать Потому что здесь комплекс достижений других художников Ну и свое отношение к этому Так что он еще, возможно, не сформировался Потому что это ипостась искусствоведов А мне мое дело только творить то, что доставляет мне удовольствие И радость Художник говорит, что порой не знает, что может получиться, когда он берется за кисть Графические формы, линии, настроение и картина рождаются порой на глазах А между тем Виктор Соловов начинал как художник-реалист Своими учителями он считает великих абстракционистов Самого загадочного представителя русского авангарда Павла Филонова Скульптора Михаила Шемякина Холст стоит или там бумага лежит Я просто начинаю действовать А в результате наполнения там холста или бумаги, допустим, деталями Я потом начинаю это осознавать, понимать, что это И потом только название приходит Чему-либо В конце самого процесса Это как процесс творения То же самое Как это назвать, я еще не знаю Там только детали Потом эти детали превращаются в формы Формы сочиняются одна с другой И начинают какие-то диалоги, монологи вести И потом возникает общее впечатление от того, что я создал И приходит название в конечном итоге Преподаватель кафедры дизайна ЮФУ Кандидат искусства Вениния Тамара Землиная Пришла поздравить коллегу с открытием выставки Она отметила его индивидуальный стиль Уникальное чувство цвета Добрые слова о художнике Сказали его коллеги по живописному цеху Выставка Виктора Солового Камерная и стильная Расположилась в малом выставочном зале Чеховки И у жителей, и гостей города Есть возможность ее увидеть Она продлится до декабря На этом наш информационный выпуск подошел к концу Я с вами прощаюсь И еще раз хочу напомнить, что все наши информационные выпуски Вы можете пересмотреть на сайте